Здравствуйте, мой уважаемый зритель. Ничего знакомить с последними новостями. Карабахские армяне захотели жить под властью Азербайджана. Последняя новость. На площади возрождения Ханки-Ди накануне состоялась акция протеста армян. Они требуют от дорогих каратюня на его окружение создать социальные условия для проживания или предоставить им возможность уехать и жить в своих домах, перешедших под контроль Азербайджана. Это касается Гадруда. Они хотят вернуться назад в Гадрут. Как заявил депутат Акапян, примерно месяц назад они с теми же требованиями собирали подписи, которые послали Рустаму Мурадову. Требование было следующее. Мы жители этих мест и необходимо создать условия для нашего проживания там, в Гадруде. Нам сказали, что данный вопрос обсуждается, но ответа нет до сих пор, заявила депутат. Ну и сейчас они там живут на съемных квартирах. Аренда квартир очень дорогая. Надо платить еще за отопление. Ну вот тут пишут, что минимальная цена за аренду квартиры 150 тысяч драмов. Это около 285 долларов. А людям предоставляют помощь всего лишь 60 тысяч драмов. Не хватает денег. В эти холодные дни людям тоже нужно решить вопрос с отоплением. Посоветовала Акапян. Также возникла проблема хлеба насущного. Ну вот что, они должны получить 68 тысяч драмов каждый беженец. Но Раика Ратюнян, наверное, зажал эти деньги и не выплачивает им. Ну вот пишет, что да, это только слова. А как можно жить и кормить людей обещаниями. В общем, труба дела. Труба дела у беженцев. Карабахские. В общем, жили не то, жили они в Гадруте. И сейчас они, как сказать, были... Все, пришлось убежать назад сюда, в Ханкинди. А теперь хотят назад. Ну вот сейчас Кавказский узел тут написал. Активисты движения также просят предоставить выходцам из Гадруцкого района международный статус беженцев и политическое убежище в любой цивилизованной стране мира. Мы требуем передать Гадруцкий район армянской стороне, чтобы его жители могли вернуться в свои дома. Обеспечить безопасность гадруццев, чтобы они могли продолжать жить на родине в соответствии с своими традициями и культурой. Заявил Ариан. Ну, в общем, пытаются они назад в Гадрут. Как пишут, влажные мечты. Но кто ж их назад уже туда пустит-то? Не знаю, каким образом они собираются возвращаться. Тем более, их там совсем немало. Тут пишут, что их... Раньше было там, в Гадруде, 14 тысяч человек проживало. А сейчас где-то... Сейчас находится в Ханкин-Диге где-то 3,5 тысячи гадруццев. Ну, и вот многие армяне пишут. Я вижу только один выход для гадруццев. Возвращение района на Горному Карабаху. В общем, хотят они все туда вернуться. И пишут, что не собирается уезжать в другое государство. Вот один Григорян. Для меня есть только Карабах, только Гадрут. Мой большой род всегда там жил, он пишет. Там похоронены родные. И он хотит назад. Ну, вот, суд еще один пишет. Что он, его семья не желают покидать Нагорный Карабах, а хотят вернуться в Гадрут. Аванесян пишет. Людям нужен долгосрочный мир, гарантии безопасности. Мы надеемся, что страны-пострельники Минской группы ОБСЕ помогут нам. Ну, не знаю, очень сложный вопрос. Как они там собираются потом жить с азербайджанцами бок о бок? Это очень тяжелый случай, скажу. Ну, вот этот Гадрут. Вот, вот, они тут жили. И 3,5 тысячи человек хотят назад. Мне кажется, это уже без шансов. И сейчас, в общем, ситуация такая в Армении складывается, что возникают территориальные споры. Но это, в основном, на территории Сюника. Вот тут сейчас проблемные зоны. На карте сейчас я вам покажу. Вот, Сюникская область. Вот, вот здесь вот, в основном. Вся борьба идет здесь, за территорию. И вот, у службы безопасности Армении написала, что, мол, они контролируют ситуацию, что все в порядке. Но сами эти главы этих общин, там, Сюники, Варатани пишут, что уже пограничники азербайджанские начинают рыть траншеи там. И они не понимают. А если такая договоренность у власти Армении с Азербайджаном, почему, мол, пограничники азербайджанские, военные, начинают укрепляться, рыть траншеи в Сюнике, они там в панике. Панику забил он был смен Армении, Арман Татаян. Он неоднократно заявлял. А, сейчас я вам как раз, секунду, потерпите, поставлю плеер. Так, где он? Послушайте, что там говорится. В общем, сейчас я вам, о чем речь, в общем, так, секунду. Азербайджан продолжает успешное восстановление государственной границы, строятся фортификационные сооружения, проводится обмер территорий, разрабатываются карты. Эта работа буквально бесит армянскую сторону. Не умеющие жить в нормальных условиях мирного сосуществования с соседями и наличие государственной границы, армяне каждый день буквально приходят в ужас от планомерной и легитимной работы азербайджанской стороны. Покуда снайперы, заселив здание парламента Армении и направили дуло автоматов на народ, враг вовсю проводит незаконные инженерные работы в Воротане. Об этом сообщила вице-мэр Гориса Ирина Юлин на своей странице в Facebook. Через некоторое время мы можем увидеть траншею от Воротана до центра Шурнуха. Уже начались работы по периметру. Об этом наверняка доложено ответственным незеспособным лицам, а результат, как всегда, не видят и не слышат. Нарушенные находятся под угрозой покоя и мирная жизнь сельчан. А некоторые утверждают, в Сюнике развивается сельское хозяйство. Несомненно, созданы все условия для экстремального туризма. Траншей в селе – вооруженный враг. «В фильмах такого не увидишь», – написала вице-мэр Гориса. В общем, паники вице-мэр Гориса, что скоро не останется у них территории, и что азербайджанские служащие уже окопались и надолго, и всерьез. И как раз по этой теме приграничные инциденты в Сюнике станут более рискованными. Об этом заявил Тигран Абрамян. Вот он написал. «Развертый инженерных работ при граничной зоне Сюника азербайджанцы говорили еще несколько дней назад. Это было предсказуемо. А в службе безопасности подтвердили, что такие работы уже ведутся. Это только начало. Азербайджан будет постепенно улучшать, оснащать свои заставы, опорные наблюдательные пункты, обеспечивать все линии границы необходимой пограничной инфраструктуры. И чем больше он будет улучшать и обеспечивать свое преимущество, тем более рисковыми станут приграничные инциденты различного характера». Ну, в общем, вот заявил этот Тигран Абрамян. Тоже говорит, что скоро там уже азербайджанские солдаты и военнослужащие будут серьезно надолго, пока в Армении идет борьба за власть, пока Пашинян снайперов там в окна себе на защиту бросил. А, и последняя новость про Пашиняна. Никол Пашинян заказал телохранителей. Защищать Пашиняна будут турецкие телохранители. Ну, это армянские СМИ пишут. Ну, давайте почитаем, все равно интересно. «Никол Пашинян не доверяет своей охране и службе безопасности в целом. Как сообщает издательство «Медиапорт», правительство Армении передают, что в настоящее время от имени Пашиняна ведутся переговоры со спецслужбами Турции о предоставлении специально подготовленной группы телохранителей». Ну, вот так вот. Да, уже он там полностью себя сейчас проволокой колючей, ворота заварил. Ну, остается только еще турецких телохранителей. Ну, чтобы, да, чтобы его как бы свои не пристрелили, то как бы доверяет больше турецким. Ну, посмотрим, будем следить за ситуацией. Каждый день новости интересные. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.